здравствуйте павел валерьевич здравствуйте я слышал что вы закончили курс у александра николаевича гущина его онлайн курсе управления проектом и хотел бы попросить у вас высказаться высказать свое мнение об этом обучении поделиться своим опытом и если не сложно ответить на наши вопросы с удовольствием спасибо большое заранее вопрос от слабой сам николаевича как у вас возникла необходимость использовать проектный подход я в институте преподаю методику научного мышления вообще давно занимаюсь методологии вот и в свое время я нашел интересную книгу новикова методология такая современная монография 2007 года вот у них есть сайт и там он интересно преподавать подает эту методологию что он определяет современный период как время такой вот проектно-технологической организационной культуры вот и соответственно понятие проекта она стала сейчас очень часто использующимся и вот когда думаешь о том какой проект сам хочешь создать естественно возникает желание как-то потренироваться и знать побольше ну вот я увидел это название увидел институт откуда вот это все где он сам преподает и решил попробовать посмотреть что это такое тем более очень очень приятно очень симпатичный такой очень обобщенное название вот видимо там должны были давать самые такие основные азы и какой-то тренинг спасибо буквально недавно наш тоже один автор упоминал новикова это методологии научного исследования верно называл он при этом он ряд таких монографии он все соединил потом в одно это методологии научного исследования надо логического там а наш автор ведет курс дидактика научного исследования он тоже имеет монографии тоже известный в россии автор и очень приятно что перекликается именно такой автор новиков скажите пожалуйста павел валерьевич помог ли этот курс понимание того что вам предстоит сделать да вообще говоря конечно помог потому что ну как я понял этот курс рассчитан на студентов проектировщиков и там очень много таких деталей которые в таком обиходном понимании проекта они просто уходят из поля зрения а здесь они все озвучены их хочешь или не хочешь что пройти курс ты должен с ними ознакомиться и как-то что-то проделать и общем там конечно расписание проектов и бюджета все остальное очень как он хорошим профессиональным уровнем подается с такими деталями очень очень важно мне кажется но вы сами занимаетесь какими-то архитектурными дизайнерскими инженерными проектами нет нет но преподавали в богословстве философской лирической области и до проекта пока еще и мы не дошли и эти части вот но настолько серьезно как в этом курсе конечно такого потом нету хотя я помню что ли сам николаевич своих вебинарах часто говорю что проектное мышление нам уже не только строитель или архитектором нужно любому человеку даже домохозяйки которые занимаются уже планированием тоже неким проектированием будущего вот в том-то и отличается его подходит профессиональный проект от такого обиходного потому что в конце концов учреждения курса битвенда там или еще что-то тоже такой проект вот если к нему подходить вот так же профессионально детально конечно же совсем другое получается понимаешь что здесь нужно более серьезно относительно отверстие я могу делать одного энтузиазма и такого доброго настроя наверно недостаточно нужно еще тут нужно просто быть таким жестким исполнителем своих собственных ничего классно вы будете ли вы использовать полученные навыки в будущем задает вопрос александр николаевич либо конечно однозначно это логично теперь от меня вопрос руководитель образовательного порта расскажите пожалуйста павел валерий вы преподаете в оффлайн у вас нет онлайн обычные лекции у вас обычно традиционное обучение контактная глаза в глаза ну конечно какой-то элемент онлайн обучение есть когда со студентами переписываешься и присылаешь им задание при необходимости просматривающих работы не тратить время а это у вас по нашему называется обучение с применением элементов дистанционных образовательных вот на ваш взгляд то что в чем разница между вот тем традиционным опытом ну да с частичным применением электронной почте с тем обучением которое вы увидели чисто вот онлайн курсе бесконтактно все на расстоянии есть какая-то разница возница конечно есть потому что все таки я считаю что конечно основа любого обучения личный контакт с преподавателем ученика с учителем вот но иногда это не всегда возможно такие онлайн курсы не кажется очень хороший вариант это первый момент второй момент онлайн курс это всегда все закончено это фактически не учебник не незадачно и там уже все продумано заранее так сказать весь путь проделан а когда преподаешь в живом контакте там очень часто идет импровизация можно отступить есть свои плюсы и свои минусы но вот в этом это однозначно плюс что все эти задания они прописаны все их должен сделать позже что того или не хочешь личном контакте где-то по свободному что было для вас особенно неожиданно особенно любому было тяжело проходить вот эти вот специальные программы по планированию по расчету расписания по бюджету там где специальное программное обучение вот они конечно вам вызвали целый ступор вот потом их устанавливать надо было мне это было лень делать конечно мы только надо было просто на них махнуть руку и сделать от руки табличку и вот стаблички в том варианте поскольку не очень небольшой такой проекте не такой профессиональный как предполагается этот курс рассчитан на самые профессиональные проекты вот так папа повыше как бы планки для моего достаточно было таблички александр николаевича пару раз написал что надо попроще не обязательно вот так вот все прям по этой программе где-то вот было очень странное описание я не очень разобрался в одном месте вот была программа я вроде как сделал через два дня там поменялось в общем все прошло ну ответили на вопрос о том что было наиболее конфузище тогда последний вопрос павел валерьевич какие личные для себя выводы на будущее сложились у вас части применения дистанционных образовательных технологий например при обучении ваших студентов или ваших сотрудников в организации может быть удаленных каких-то коллег с которыми вы сталкиваетесь например вот такое вот синхронное общение по skype или по вебинару он обладает большим психологическим убеждающим эффектом обратной связи когда мы видим глаза в глаза вот это тоже ведь относится дистанционных технологий безусловно есть еще и учебное видео когда зритель участник слушатель студент смотрит тогда когда ему удобно он видит лектора как он что-то объясняет видео конечно это это очень хорошее изобретение вот у проликов даже чтобы посмотреть на преподавателя как он говорит что он говорит в любом случае поинтересно но иногда непосредственно общение она не хочется удобно как раз тогда когда можно не с тем не общаться это вот что называется налюбить я не сказал но в любом случае я думаю что каждый преподаватель какой-то вот такой вариант дистанционного своего собственного курса должен проделать это вот то что мне кажется спасибо спасибо от себя могу заключение добавить что ваши коллеги я вот раньше с вами лично не общался не был знаком до сегодняшнего но коллеги с вашего образовательного заведения образовательной организации мне частично знакомы они создают курсы поддержки размещают какой-то контент методические указания ссылочки заочники не бегали вот они вот ваша организация мне нравится активность они используют мы пропагандируем мы даем бесплатно и до этой и не клиентам мы говорим мы воспользуемся единственные в россии которые предоставляем эту услугу безвозмездно берите без рекламы причем без спама так что мы и вот пропагандируем и рекомендуем не забывать наш ресурс хорошо спасибо большое пола валерийся обратно